Приветствую дорогие друзья! И в среду, 28 июля, Федеральная зерная система повысила процентную ставку на 0,75% и добила ее до уровня в 2,5%. Это максимальное значение с 2008 года и что это предвещает и что с этим всем делать, давайте разберемся в этом выпуске. Помимо всего прочего, выступая Джером Паул, это глава Федеральной зерной системы, заявил о том, что Федеральная зерная система продолжит сокращение баланса, а также увеличит темпы сокращения баланса до 92 миллиардов долларов в месяц, начиная с сентября этого года. Однако в этом заявлении сквозит, просто сквозит ложью и враньем и сейчас я вам попробую это объяснить и показать. Ну, во-первых, сокращение баланса. Что это значит сокращение баланса? То есть, во время программы количества смягчения Федеральная зерная система печатает деньги и покупает на эти деньги государственные облигации Минфина Соединенных Штатов Америки и, соответственно, в 2020 году еще и ипотечные облигации, то есть ипотечные закладные. А таким образом, естественно, баланс увеличивается. То есть, вот сейчас вы на графике можете видеть, что в 2020 году, вот он всплеск, было рекордное вливание денег, баланс увеличился практически в два раза, скажем так, не практически, а в два раза увеличился баланс за последние два года. И это просто колоссальные деньги, просто чтобы вы понимали, это больше 4 триллионов долларов. Больше 4 триллионов долларов. Вот. И, соответственно, теперь для борьбы с инфляцией они должны вместо покупок этих облигаций, вливания денег в экономику, они должны начать продавать и сокращать. То есть, гасить эти бумаги, соответственно, их кто-то должен по ним заплатить и выкупить, да. Вот. Либо же погасить. То есть, долг должен вернуться. Но и теперь давайте посмотрим на динамику. То есть, соответственно, если мы будем брать темпы сокращения баланса в размере изначально определенных в размере 47 миллиардов долларов, 30 миллиардов трежерис, 17 миллиардов ипотечной облигации, то есть за два месяца, сегодня уже 28 июля на момент записи ролика, у нас накопленное сокращение баланса должно составить 94 миллиарда долларов. Ну, то есть, это как бы достаточно серьезные деньги. Ну, теперь давайте посмотрим. Вот у нас дата 1 июня 2022 года. Размер баланса 8 триллионов 915 миллиардов долларов. Соответственно, если мы вычтем из 8 триллионов 915 миллиардов долларов, вычтем 94, мы получим цифру в размере 8 триллионов 821 миллиарда долларов. То есть, это то, что у нас сейчас на текущий момент должно быть на балансе. Однако, мы видим, что 8 триллионов 899 миллиардов долларов. То есть, они отстают. По факту получается, что никакого сокращения баланса нет. Потому что глобально график баланса должен выглядеть, ну, то есть, 1 июня он должен выглядеть вот 820. Сейчас я удалю. То есть, вот таким вот образом. То есть, он должен быть где-то здесь. То есть, вот это порядка 80 миллиардов долларов просто не сокращают. И у меня стоит большой вопрос. Почему? Почему они врут? То есть, значит, скорее всего, они что-то понимают и что-то предвосхищают. Потому что иначе, как можно объяснить эти действия? Именно поэтому, соответственно, мы видим, что индекс S&P 500 пока еще не находится в локдауне, ну, то есть, в нокауте. И даже пытается расти, что, в принципе, перекликается с роликом, который есть у нас на канале. Пора покупать акции. Да, то что я, в принципе, ожидал некоторого отскока на фоне максимального негатива. Вот. Вот вам и весь ответ, да? То есть, как бы, если вы думаете, что врут нам, то врут не только нам. Вот. Более того, я начал копаться, начал разбираться, смотреть и, ну, то есть, анализировать. И заметил интересную штуку, что перестали публиковать, начиная вот с 2020 года, статистику по просроченным кредитам, не только ипотечным, а, в принципе, все, что касается просрочек, невыплат и всего прочего, прекратили публикацию. Это очень тревожный знак. Причем вот на третий квартал 2020 года. То есть, когда были максимальные вливания. То есть, видите, вот пошел рост в 2020 году и все, и они на этом прекратили, собственно, публикацию. Также прекратили публикацию статистики по резервам. Однако, я покопался, нашел, скажем так, то есть, ну, по резервам под банкротство. То есть, если растут резервы под банкротство, значит, ожидают какого-то коллапса. То есть, это, в принципе, перекликается с роликом, который был до этого на канале, где я публиковал статистику о том, что по кредитным спредам видно рост наступления кредитного события. И, соответственно, учитывая этот факт, ну, я ж не один это вижу, то банки должны наращивать резервы под это кредитное событие, то есть, чтобы не обанкротиться. Ну, и, соответственно, косменным образом в данном случае мы видим график, это общее количество кредитов минус резервы под потери. И обратите внимание, то есть, это у нас обыкновенная формула, да, то есть, обычная формула. На первом месте у нас стоит объем кредитов минус резервы, да, то есть, если резервы растут, а кредиты не растут, то, соответственно, график будет падать. Ну, вот, собственно, мы и видим, что начиная с 2020 года банки активно наращивают резервы под непосредственно убытки и потери по этим кредитам. Это не очень, на самом деле, хорошая тенденция, потому что дальней, ну, потом, то есть, сейчас мы видим снижение, то есть, накапливаются резервы, а потом стремительный рост обычно идет непосредственно перед рецессией, да, потому что резервы тогда сокращаются и направляются на погашение тех самых кредитных проблем. Более того, также вот в предыдущем ролике мы с вами затрагивали тему того, что сейчас очень много диалогов идет по поводу повышения процентной ставки, дальнейшего повышения процентной ставки, хотя уже есть сигналы рынка, которые говорят о том, что ставка-то не будет повышаться, и тому, ну, то есть, тому доказательству, да, то есть, что уже рынок начинает закладывать снижение процентной ставки. Обратите внимание, что доходности десятилетних облигаций с 3,5% уже опустились до 2,7%, то есть, текущая процентная ставка 2,5%, а доходность десятилетних облигаций 2,75%, то есть, это очень мало, получается так, что участники рынка уже начинают таргетировать снижение процентной ставки с Соединенными Штатами Америки. Магия, да и только. Более того, я хочу вам показать еще ряд интересной статистики на канале RealStat, собственно, по поводу следующих моментов. Во-первых, несмотря на то, что все говорят вокруг про большой уровень кэша, аллокация в акции остается на достаточно экстремальных отметках, то есть, в данном случае мы видим соотношение акций-облигаций непосредственно в портфелях. Пока еще никакой капитуляции не было, и люди, несмотря на весь свой пессимизм, продолжают держать акции, соответственно, как бы, в принципе, топливо для падения пока еще сохраняется. Более того, если мы будем возвращаться к истории по поводу инфляции, тоже в предыдущем ролике об этом говорил, у нас есть такой прекрасный, чудесный показатель, как Break-Even Inflation Rate, подробно разобранный в курсе разумный инвестор, он говорит также о снижении инфляции. О снижении инфляции само по себе, оно невозможно, понимаете? Не то, что невозможно, да, в текущих условиях это будет говорить лишь об одном, о том, что наступила глубокая рецессия, то есть, когда разрушится сам спрос, понимаете? Когда разрушится сам спрос и не смогут покупать, то есть, соответственно, естественно, не будет спроса, цены пойдут вниз. А спрос разрушится только тогда, когда начнет расти безработица, когда будут закрываться предприятия, компании и так далее. И вот вам, соответственно, пожалуйста. То есть, получается, что более того, опять-таки, если мы коснемся, есть чудесненькая статистика, сейчас я ее попробую найти, которая говорит, что в среднем рецессия в Соединенных Штатах Америки, она приводила к снижению инфляции на размер около 6,8% годовых. То есть, в среднем рецессия, которая когда наступала, не найду, наверное, уже не здесь, она приводила к снижению инфляции на 6,8%. То есть, рецессия, это, естественно, кризис. Следующий интересный момент, который я хотел бы осветить, это, естественно, дефицит торгового баланса Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание на его поведение. Начиная там, вот как раз, когда была принята Бреттон-Лудская система, у них пошло сокращение, капитал потек в США, у них баланс только увеличивался, дефицит баланса. И, соответственно, именно в кризисные моменты он рос. Ну, потому что нет торгового оборота, разорваны экономические связи, кризис, и, соответственно, баланс выравнивался. Однако, вот, посмотрите, в 2020 году был рекордный дефицит бюджета, рекордный дефицит торгового баланса. И на текущий момент, в свете того, что повышаются процентные ставки, этому дефициту не с чего выровняться, потому что каждый рост на процентный пункт процентной ставки Соединенных Штатов Америки приводит к увеличению расходов на обслуживание долга в размере 200 миллиардов долларов. То есть, все бумаги, которые сейчас гасятся или будут гаситься вот в рамках, там, ближайшего года-двух, им придется рефинансировать, потому что, а где еще им брать деньги, понимаете, вот с этой историей? Под более высокий процент. И, соответственно, видите, мы уже на текущий момент видим сокращение торгового баланса, то есть, цепочки рвутся, естественно, торговля меньше, и, соответственно, торговый баланс выравнивается. Но это очень, очень, не очень признак. Более того, кстати, еще интересный момент по поводу, скажем так, работы By The Fucking Deep. На текущий момент, за первое полугодие 2022 года, помните, кстати, в ролике «Нас обманывают», ФРС уже знает, мы там касались истории защиты от инфляции, то есть, как устроен рынок. Вот я рекомендую посмотреть этот ролик. И вот подтверждение, кстати, моих слов, что в 2021 году на фоне всей этой эпопеи с инфляцией, с ростом рынков, очень много физиков закупили акции. То есть, вот вам пример, видите, за последние 5 лет. Это, на самом деле, рекордный приток в акции был в 2021 году. На текущий же момент по старой памяти, плюс еще типа акции снизились, надо покупать. Физики уже в акции занесли больше, чем вот за весь 2018 или 2019 год, или даже 2016 год. Вот. Покупая одно. Более того, вот, кстати, пример притоков фонды плечевых тоже, несмотря на то, то есть, в порыве того, что рынок будет расти всегда, люди просто массово несут деньги в плечевые фонды, соответственно, рассчитывая на мегаприбыль, хотя акции того же тройного ETF на NASDAQ упали на 72% в этом году. Вот. И еще один интересный момент. То есть, закончился, ну, заканчивается сезон отчетностей в Соединенных Штатах Америки по ключевым компаниям. И в данном случае, вот, мы видим статистику, где проведено разбитие на группы. Голубая линия, ну, то есть, голубой столбик – это акции компаний, у которых выручка больше 50% из США. Зеленый столбик – это акции компаний, у которых выручка больше 50% вне США. И 4,8% – это смешанная выручка. Однако, я хочу сказать, забавный факт, что если мы в зеленом столбике уберем ключевых энергетических мейджоров, таких как Shell и прочие американские нефтяные компании, то рост прибыли за второй квартал составит всего 0,5%. Всего 0,5%. А синий столбик сократится до порядка 1,5%. То есть, это самый низкий уровень роста прибыли за всю историю вообще. Ну, то есть, за последние, там, 10 лет. Вот. Поэтому получается такая штука, что, с одной стороны, нам, федеральная резервная система и прочие, транслируют историю о том, что никакой рецессии не будет. Все норм, keep calm, покупайте акции. Но, с другой стороны, мы видим, что ФРС капитулировала и баланс свой не сокращает. Вот. Рынок облигаций уже закладывает снижение процентной ставки в этом году. И, соответственно, рынок и break-even inflation rate говорит о снижении инфляции уже в ближайший год до уровня 2%. С текущих 9,1%. То есть, чтобы это, еще раз говорю, произошло, я не вижу позитивного сценария, при котором это все произойдет мирно. Поэтому, соответственно, очень тревожные сигналы нам посылает рынок. Так ли это будет или не так, на самом деле предположить сложно. В любом случае, все то, что я сейчас озвучил, это не является рекомендацией к действию. Я лишь хочу еще раз повторить, что на текущем отскоке я бы сокращал все равно риск портфеля. Вот. По одной простой причине, что волатильность мы еще не прошли, учитывая, что в игру до сих пор не включился Тайвань с Китаем. Хотя там очень много диалогов сейчас ведется по поводу приезда Нэнси Пелоси и ответа Китая на это событие. Поэтому, соответственно, уверен, что рынки не просто так закладывают снижение процентных ставок. А снижение процентных ставок, как я и говорил, я не наблюдал еще на растущих рынках. Что ж, у меня на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.